А, почему перенесли что-то? У вас есть некоторые юридические неувязки, которые... Поэтому мы перенесли заседание, значит, что отменили, потому что мы общественное объединение, никакое... А? Неопределённое пока. А что значит общественное объединение? Что значит общественное объединение? Мы работали с уставом. По какому? Который приняли на своём первом заседании. Но если вы общественное объединение, значит, вы согласны законам 29 ФЗ... Ну, какому образом? Член общественной палаты Саратовской области. Ну, могу же поинтересоваться. Да, я уже знаю. Да, ну, конечно же, могу я поинтересоваться. Вот, и мне хотелось бы понимание, легитимность вашего органа, который был... Полнейшая. Да, полнейшая. Согласно закону об общественных объединениях. Об общественных объединениях когда оно стало? В этой действии как общественная палата? В этой действии как общественная палата? В этой действии как общественная палата? Вы как общественное объединение, вы должны, такого быть не может, понимаете, вы уж отделите муху от котлет как-то, либо так, либо так, да, поэтому здесь непонятна ситуация. Положение нет, есть устав. Устав есть. Если у вас есть устав, вы как общественное объединение должны быть зарегистрированы. Вы можете как общественное движение быть не зарегистрированы. Да, движение. А как общественное объединение, а я еще раз говорю, как общественное объединение... Мы имеем право существовать без государственной регистрации и не являться юридическим лицом. А теперь на каком основании общественное объединение находится на площади муниципального имущества и каким документом закреплено право пользования этим имуществом? Потому что меня как бы это не должно было интересовать. В этом кабинете я оказался и как председатель, я писал письмо на имя тогдашнего главы района о том, что предоставили это помещение и еще для работы как помощника, уполномоченного права человека в Саратовском области. Ну а как помощник, ты нужна общественное начало? Так, мне сказали, что да, лучше в одном месте. А помощнику по правам человека, уполномоченному по статусу, по функционалу положено помещение от администрации или нет? Ведь тоже есть определенный рекламент предоставления помещения уполномоченного по правам человека. И вы-то уполномоченный по правам человека на общественных ночах, то есть неплатная единица. И когда уполномоченный по правам человека, вот эта неплатная единица, право занимать именно помещение и предоставление его по линии уполномоченного, такого нет. Мы такие вопросы не задавали. Но мы вам их задаем. Мы задаем. Я, например, впервые увидела, что уполномоченного по правам человека вот эту табличку увидела. Честно, непредвзято. Это вопрос спорный. Да, это вопрос спорный. Честно, там непредвзято. Мы этот вопрос не поднимаем. Я не получаю ни к одни, ни за что. Вот, мы этот вопрос не поднимаем. Мы и сейчас не об этом ведем речь. Вы же хотели сегодня обсудить на палате кодекс этики, по-моему, да? Или поведения. А как может человек обсуждать кодекс этики и поведения своего, если его-то вот как раз поведение и действие-то не совсем как бы легитимное. В чем ненормальное? Нет, нелегитимное. Или противоречивость? Нет, как это противоречиво? Мне за эти годы никто не выдвинул никаких обвинений, что я что-то занимаю незаконно. Всему есть начало, всему есть конец. И, видимо, наверное, все-таки послужили какие-то... Если есть какие-то ошибки, какие-то неправильности и нехватка каких-то определенных документов и решений, я, конечно, только за. Все должно быть законно, легитимно. Если я в чем-то ошибся, и мне это докажут, я могу с этим... Так сейчас не надо никому доказывать, это надо просто признать. И если у вас есть вот какая-то доля и какое-то уважение к себе, вы должны и к обществу, вы должны это лично признать и сказать, ну вот заблуждался. Ну что вы делали абсолютно неправильно, потому что ваш орган был непонятным вообще до города. А вы где были? Да. Я что ли где была? Мы же с вами очень часто... Сегодня. А почему здесь я где была? Вы понимаете, я задавала эти вопросы человеку. А сейчас почему эти вопросы объявились? А потому что уже... А потому что есть определенная точка кипения, и сегодня ситуация эта как раз достигла этого эпогея, то есть этой точки. У людей лопнуло терпение. Вы сегодня хотели... Вы хотели сегодня выдавать какие-то удостоверения очередным каким-то членам палаты. Откуда эти члены? Кто они такие? Почему у вас палата как безразмерный арбуз? Растет, растет, растет и растет ваша палата. Наверное, вы должны знать, что членство в общественном объединении не ограничено. Так у вас не общественное объединение. Вы, пожалуйста, не крутитесь, как муж на сковородке. Еще раз говорю, не крутитесь, как муж на сковородке. Где это было опубликовано, что ваша общественная палата работает как общественное объединение? Покажите мне бланк. Что на нем написано? Бланк вашей палаты. Покажите, корреспонденту. Ну, покажите. Ну, что? А вы разве имеете право общественное объединение использовать наименование общественная палата? Нет. По закону. Ну, мы таких тонкостей раньше не разбирались. Это не тонкости. Это не тонкости. Это важные. Еще раз говорю. Давайте оглядимся назад. Нет, мы не будем оглядываться назад. Мы должны идти вперед. Была другая юридическая ситуация. Не было. Не было никакой другой юридической ситуации. Это первое. И мы не должны оглядываться назад. А мы должны идти вперед. А для того, чтобы идти вперед, должны этим управлять. Мало того, грамотные, но еще и порядочные люди. С моей стороны, какие были преступные действия? Я сейчас не говорю о преступных действиях. Так вы так нападаете? Я сейчас говорю о том, что вы просто этим органом, проводником между властью и населением, апеллировать как лично своим, каким-то созданным из нас семья инструментом. Просите членов. И вот члены, по-моему, ваши, как они сюда попадали? Кто их делегирует? Кто их делегирует? Как они сюда поникают? У нас в установке написано, что по личным заявлениям они попадали. Каким образом? Инна попала. Я еще раз говорю, что ваша организация, я не знаю, как она у вас называется, вот общественная палата, в частности, она нелегитима. Общественная палата. А ваше общественное объединение, если вы говорите, оно не согласуется с тем, что должно находиться в детской территории. Если, действительно, тут есть какая-то неправильность юридическая, я думаю, это не поправим. Но я думаю, что люди... Мы это поправим. Что я... Нет, не мы это, вы уже ничего поправлять не будете. Вы со своим общественным объединением должны покинуть этот кабинет, а общественная палата... Да кабинет я бы выморит. А общественная палата будет формироваться в соответствии с документами, которые будут приняты в ближайшее время, уполномоченным на это органам. И общественная палата будет формироваться именно с теми положениями, которые будут приняты этим органам. И все. Полностью согласны. А попадете ли вы еще в этот орган... Да после этого вообще будет охота заниматься общественной работой. С удовольствием. Я считаю, что вам и не следует заниматься. На этой общественной работе, кроме тычков, ненависти, подпольной работы, гадостей, все эти... Ну если все так плохо, уже давно вы сложили полномочия. Вас никто тут не принуждал. А вас интересует, чтобы я именно сложил полномочия? Ну вы говорите, ваш кружок не нравится, вам скажите полномочия. А вот это не оскорбление? Нет. Ваш кружок. Это вы его создали. Это вы его создали. Свой кружок по интересам. Это вы его создали. Создала инициативная группа. Так, секундочку. Согласно закону об общественных объединениях. Вы его должны... Я сейчас... Я сейчас... У вас вдруг сегодня за одну ночь вместо общественной палаты появилось общественное объединение. А что ничего не появилось? Ну с ваших слов так? Ну мы с ваших слов так. Так сегодня у нас заседание чего должно быть? Мы введем все в юридическую норму, как должно быть. В том числе учитывая рекомендации юристов, как это должно быть. Мы же так глубоко не можем разбираться. Мы общественники. Нам интересно защищать мнение людей. Как вы можете защищать мнение людей, если вы в собственной деятельности не можете даже регламентироваться документами? Вот это объясните мне, пожалуйста. Как вы права людей защищаете? Нас, гражданам, допустим. Объясню, вот как вы еще тоже... Это я понял, в мою сторону было обвинение. В том плане некоторые там товарищи, да. Некоторые товарищи я вам объясню. У меня, допустим, вопрос к вам возник. Когда из общественной палаты вышел мой друг и соратник Александр Тихонов, да. Когда это клоунада с пенсионной реформы, как вы голосовали там, в принципе, от вашего голоса, конечно, ничего значения никакого не имело. Государственная дума приняла и приняла. Но вы поддержали. В приватных разговорах вы говорили, каждый из членов палаты говорил, да, да, пенсионная реформа это плохо, это не так, это не то. И все дружно подняли руки. И тогда, да, у Александра тоже взорвалось, как бы он не выдержал, молодой парень, он вышел. И вот тогда у меня возник вопрос. Ребята, что вы за общественники? Чьи интересы вы отстаиваете? Если такая масса населения не поддержала, допустим, это пенсионная реформа. Кого? У меня? Я объясню. Илья Викторович, я больше пользы приношу своими репортажами, я вам так скажу, чем ваша вся общественная... Но вы не средства массовой информации? Нет, нет, я не спорю, у меня нет лицензии средств массовой информации. Что же вы делаете вообще? Я блогер, у меня интернет-канал, все просто. Законом о СМИ я приравниваюсь к СМИ в рамках ответственности. Дело в том, что лично я работаю правозащитные организаторы, которые действуют на территории Саратовской области. У нас общественная организация. Да, да, действуют с 2009 года. Вот моя правозащита, вот, да, с 2003 года. Моя правозащита зарегистрирована, установлена законопорядка без юсти. Без юсти. Без юсти. А вы придите ко мне, я покажу. Нет у вас ни одного, кроме вас. Секундочку. А это вы зря. Это первое. И у меня обязанности фигурировать и показывать вам своих членов. За 19 лет работы с общественностью, Наталья Леонидовна, я ни одного членов вашей организации не видел. Нигде. Никогда. А это вы зря ошибались. Я видел только вас. Это вы зря ошибались. Мои члены организации, вот только что буквально, в прошлом году было большое мероприятие в общественной палате Саратовской области. И все мои члены организации там были в отношении стоимости бензина. Вот только что. А почему мы не знаем, кто входит в вашу палату? Никто не знает. Нет, а вам это зачем? А вы знаете о наших членах? А вам это зачем? Евгений Викторович, она не называется общественной палатой. Да, общественная палата и общественная организация это две разные вещи. Понимаете? И членство свое никто не собирается фигурировать в общественной организации. И это их полное право. Даже налоговый орган не имеет права проверить, кто у меня член организации. Евгений Викторович, подскажите вопрос, почему вы не встали на сторону населения, когда вот этот жесткий вопрос с мусором обсуждался. В смысле, он до сих пор не закончен. С мусором? Да, мусорный коллапс, который был в городе Балаково. Вы пригласили сюда Калямина. Как я не стал на сторону населения? Как это выглядело? Что значит? Региональный оператор на вашей площадке рассказал, какой он хороший и все. На этом ни одного пикета. Они тогда только начинали действовать. Они уже закончили деятельный контракт. И новый контракт. Это будет цивилизованно. Конечно, они разговаривают с любыми чиновниками. Согласен. Мы пригласили его, как ответствовались. И вас это устроило? Что значит устроило? Ну, мусор-то не перестал накапливаться в домах МКД. Это понятно. А вы что, общественные? Критические выступления с нашей стороны были. Мы уже общественные балансы. Я согласился. Нет. Почему человеку, который в общественной балансе задаете вопрос о мусоре? Ну, если человек защищает общественные интересы, а это яркие общественные... Почему ваш Тихонов не встал в тот момент, когда голосовали по пенсионной реформе? В смысле? Почему он встал на следующее заседание, когда перевыборили? Секунду. Он в ту же встал. Нет. Вы что говорите-то? Меня не было в тот раз, когда вы встали пенсионную Вы что говорите? Обсуждали, он встал. А он встал на следующий раз, когда было заседание, в котором... Вы не о том говорите. Ребята, у меня все записано. У меня тоже. Я Тихонов говорил, что он был против. Самый главный вопрос, Евгений. Вижу громкий след Ермолаев. Да при чем все Ермолаевы? Что говорит? Ермолаев. Проиграл один, еще один. Один в том, что деятельность общественной палаты незаконна. Все эти годы... Деятельность общественной палаты как общественная юридическое лицо, чего вы от них хотите? В названии, да, есть какая-то юридическая неточность. Вы считаете, что это всего лишь юридические проволочки, которые можно... Мы работаем по успеху. Не распуская палату. У нас все прописано так, как должна работать общественная организация общественных людей. По закону открывайте законы. Все. Власть согласно закону не может быть учредителем общественной организации. А когда после административного совета в 13-м году, 23-го марта, он был... Там прописали... Вас это бесподобно? ...переформировали все общественные советы и три главы районов, самостоятельные, независимые от власти организации. Мы и пошли этим пузом. В чем... Я не понимаю. На глазах у власти все это делается легитимно. Уважаемый Юрий Юрьевич Каргин дал проект устава нашего. Так, все. Я не хочу больше вот это у нас слушать. Я его приглашал... ...вы... 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 Ну, это не Наталья Леонидовна создавала общественность. У нас устало. Собирала общественность не она. И люди, которые пришли в общественную палату, они по собственному желанию. У нас не должна быть какой-то закон об основании. Правильно? Подождите. Подождите. У нас есть устало. Мы понимаем, почему мы должны... ...поправить, что не так и что не соответствует закону или каким-то положением к закону. Мы всегда, пожалуйста... ...если действительно... ...или даже мы должны произвести ошибки, если мы допустили. Но у нас умысла не было никакого. Мы всегда работали честно и открыто. Ну... Что бы мне снимать? Блогеры заявляют, что общественная палата существует типовое положение... ...вы... ...реклама, закон федеральный. Есть федеральный закон. Есть закон, который не об общественной палате. Что такое общественная палата? Есть закон об общественной палате. Есть закон. Нет закона об общественной палате... Об общественном контроле. Об общественном контроле. Нет закон об общественном контроле. К вашим следствиям. Общественный контроль имеет право по закону об общественных организациях вести любое общественное... Все верно. Опираясь на акты местного самоуправления. Опираясь. Этого акта нет. Там не прописано. правовая основа деятельности правовая основа деятельности общественного контроля да, конечно попадаете, вы осуществляли общественный контроль вы должны опираться на акт местного самоуправления депутаты не принимали решение в 19-м году создание нет 5 человек приняли решение 5 человек подписали протокол в отличие от других организаций вы занимаетесь незаконно было письмо чтобы это помещение который на тот момент был вашим начальником когда вы еще целый год были и председателем общественной палаты и чиновником в этой же самоадминистрации вы про какого главу района и какой независимости вы говорите и целый год вы были я был председателем общественного совета с 6-го года и были чиновником тогда о какой прозрачности и независимости властным органам вы говорите если вы отражали интересы исполнительной власти Продолжение следует...